Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, наконец-то, я продолжаю долгожданное для многих моих зрителей видео о грибах. Рассказ о лечебных свойствах грибов и грибных препаратов. Так вот, дорогие друзья, самый, пожалуй, необычный, самый уникальный гриб – это гриб весёлка. Об этом грибе мало кто слышал даже среди грибников заялых, потому что его мало кто видел, и удивительного здесь нет ничего. Тем не менее, это буквально королева среди грибов. Почему? Ну, во-первых, молодой гриб представляет собой такое вот яйцевидное белое тело. В народе, кстати, его называют чёртовым яйцом, есть другие синонимы. Так вот, найти её крайне трудно. Очень большая капризность, непредсказуемость этого гриба. Любит она и хвойные, и смешанные леса, но бывает, где только можно не найти. Причём случайным образом. А где искали ещё год назад, и их было много, в следующем году и дальше может вообще не быть. Уникален он своими лечебными свойствами, безусловно. И эти свойства, ну, скажем, многогранны. Во-первых, он применяется при заболеваниях онкологии разных форм и стадий. В обязательном порядке и среди фунготерапевтов, многие из которых являются врачами-онкологами, да, многие врачи-онкологи уходят в фунготерапевты, зная, что это единственный способ, конечно, в комплексной терапии, безусловно, вылечить онкологию навсегда, а не просто решить временно вопрос, а дальше куда кривая вынесет. Так вот, многих людей можно было бы спасти от рака. А других тяжелейших проблем, если бы они знали, и их лечащие врачи, главное, знали бы о целебных свойствах весёлки. Дело в том, что в настоящее время это единственный гриб в мире, который показал уникальную противоопухолевую активность. Внимание, уже на десятый день воздействия грибных полицахаридов в грибы весёлки останавливается рост и размножение раковых клеток. Вот это важно понимать. И поэтому в фунготерапии применяются комплексы, о которых я расскажу чуть дальше. То есть не только гриб весёлка, но и в совокупности с шитаке, с рейши и другими грибными препаратами. Какие формы существуют выпуска препаратов, для чего они используются, как настойки используются, и как сделать самим, если вдруг вы этот гриб найдёте, сможете, главное, собрать его в той стадии его развития, когда именно и вот этот вот лечебный эффект в нём сильный. А это большая, ну скажем, редкость, во-первых, найти и удача большая, а во-вторых, сохранить эти свойства. И главное, даже сам гриб собрать в той стадии зрелости, когда необходимо. И этим именно и обусловлена его относительно, конечно, высокая стоимость, а тем более не синтетического выращенных на, ну скажем так, искусственно выращенных на фермах в Китае, а именно найденных и правильно собранных в лесах. Ну вот слушайте внимательно. Во-первых, этот гриб по строению напоминает такую перезревшую сливу, можно так назвать. Консистенция у него не твёрдая, а размер, как у яйца куриного, редко как у гусиного, это самый крупный размер, но он не похож на обычный дождевик, хотя и напоминает его, изначально многие могут перепутать, потому что дождевик маленький, крепкий, а это как студенистая масса. Так вот, дорастает до определённого размера, и этот гриб начинает выпускать как бы почку, а это происходит в течение недели, то есть может яйцо быть в течение недели, и вдруг начинается чудо. Буквально за 15 минут, вот эта проклюнувшаяся небольшая почка, моментально, буквально на глазах, а это самый быстро растущий гриб в мире, вот именно половая его форма, так вот трансформируется почка в плодовую ножку. И ножка как бы вытягивается, буквально, как я уже говорил, за 15 минут, вырастает с такой своеобразной шляпкой наверху, вот из этого яйца. Именно в этот период, пока он растёт, но ещё не вырос до конца, в эти буквально 7-8 минут его и надо снять, собрать, и потом быстро переработать. Подчёркиваю, дорогие друзья, помните об этом в моих видео по грибным препаратам, по грибам других, а также в моих лекциях по здоровью я рассказывал о том, что нельзя ни в коем случае термообработку проводить грибов, чтобы не потерять, именно я подчёркиваю, не вкусовые, а лечебные свойства, выше 40 градусов, потому что многие полисахариды, фитонциды, грибные, разрушаются уже при 38 градусах, то есть даже ниже 40, поэтому сейчас используются в серьёзных производствах вакуумные сушки, либо аналоговые, но в домашних условиях это сделать трудно, хотя возможно, если у вас есть мощные, хорошие дегидраторы, и при 35,7 градусах, если позволяют вот эти возможности, можно это делать, заготавливать в сухом виде, хранить потом в стеклянных банках, это можно, но помните, одно дело гриб измельчить, высушить, всё правильно, хранить, ладно, это тоже уже большое дело, но можно, другое дело понять дозы приёма, потому что, когда мы говорим о производствах промышленных, серьёзных, там выделяется действующее вещество, как вот, например, в водорастворимой форме гриб-весёлка, который мы представляем в центре фунготерапии, так вот, если мы говорим о самостоятельно собранных, высушенных, то тогда мы говорим о дозах примерно по 2-3 чайные ложки 2-3 раза в день, но об этом дальше, просто чтобы аналогию здесь провести, я об этом сказал, а то ведь скажут, что я не говорю, как же самим это сделать. Так вот, ещё раз, весёлка-рекордсмен, насколько я, кстати, даже помню, в книгу рекордов Гиннеса мировую вошёл он как, ну, в специфическом разделе, как рекордсмен среди роста, именно по темпу роста, то есть 5 миллиметров в минуту, таких грибов больше нет. Максимально плодовое тело достигает длину до 30 сантиметров, обычно до 20. Это толстая ножка, но пустотелая внутри, она очень хрупкая. Сверху она покрывается со временем, вот в течение минут до 20, такой буро-зелёной слизью и содержит споры. Вот эта слизь, буро-зелёная слизь, которая наверху шляпки покрывается, создавая определённый цвет, содержит споры. И эта слизь издаёт страшный, противный для человека запах. Но она привлекает мух, и таким образом разносится споры и гриб, таким образом размножается, создавая новые грибницы за многие километры от себя, попадая в благоприятные условия для произрастания. Так вот, стоит буквально отойти на час, на два, а тем более прийти к утру следующего дня, как весь процесс, как вы поняли, можно пропустить. Ну, буквально за 15 минут, знаете, как его собирают? Ставят палатки, шалаши, ночуют посменно, следя вот за этой стадией, как он начал расти, его выкручивают, снимают и моментально, в зависимости от возможностей сборщиков, перерабатывают сырьё. Либо быстро, в течение часа-двух в холоде, довозят до места переработки. Только так это можно правильно собрать, чтобы не потерялись лекарственные свойства. А целебные свойства колоссальные. Так вот, давайте послушать, от чего применяется этот гриб. Во-первых, заболевания желудочно-кишечного тракта в обязательном порядке, особенно серьёзные язвы и прочее. Заболевания печени поджелудочной железы, категорические, например, рак поджелудочной железы, невозможно вылечить в конечном счёте, если не применяется гриб весёлка. Вот это надо понимать. Потом, рак почек, любые кисты, миомы, полипы, фибромы, аденомы и так далее. Специфические виды рака, особенно связанные с мочеполовой системой и женской, мужской, рак мочевого пузыря. Любые формы рака. Заболевания женской половой сферы, всевозможные. Сердечно-сосудистые заболевания. Потом, естественно, доброкачественные опухоли. Вообще-то, мощнейшее противогрибковое средство. А как вы, наверное, мои зрители старые уже знаете, основа любых раковых заболеваний, я говорю не о первой причине, а о вторичных причинах, это грибки микромицеты. То есть, дрожжевые плесневые грибы, поражение ими, долгосрочные перспективы, это приводит к возникновению как раз рака. Но это в моих лекциях есть. Кстати, по ссылкам внизу, кто захочет разобраться, будут, а я вам дам эти ссылочки. Так вот, любые, значит, доброкачественные и злокачественные опухоли. Аденомы там, суставы. И, кстати, при заболеваниях суставов, в том числе, при особенно аутоиммунных заболеваниях, типа ревматоидного артрита там, и тогда обязательно применяется гриб-веселка вместе с другими грибами. А также при заболеваниях лимфы и крови. Когда-то я видео делал о поражениях такими грибами, низшими, я имею в виду микромицетами, грибами, а не высшими, базидеальными, которые относятся в веселка. Ну, как, например, батритис, аспергилиус, черная плесень, другими словами, или серая плесень. Эти низшие грибки приводят, провоцируют к очень серьезным заболеваниям, в том числе, онкологии, различных органов и тканей. Так вот, везде там, я много лет уже назад говорил про эти грибы. Есть ли вы спросите случаи излечения? Не то, что есть, но можно сказать, что нет случаев неизлечения, конечно, если это не какая-то конечная, так сказать, стадия, в той степени, когда человек уже просто не говорит, лежит, уже находится в такой стадии, когда ничего уже сделать нельзя. Так вот, огромное количество случаев излечения, которые, собственно, наблюдаются уже десятки лет и в центре фунготерапии, и по моей статистике, и не только по российской, но и мировой. Потому что этот гриб применяется, во-первых, в Японии, кстати, он поставляется в виде готового сырья. Это чуть ли не единственный продукт, который в готовом, подчеркиваю, виде, а не в виде вот этого полуфабриката, поставляется даже в Японию. Так вот, в Японии, в Китае, в США, в Германии, в других странах это уже давно применяется, в том числе, как в шитаке, рейше и мейтаке, в официальной медицине, в клиниках, и не только в альтернативных, но и, как я уже сказал, среди ученого сообщества официально применяется давно. Значит, что еще хочу сказать. Важно отметить, что при наружном применении применяется водочная, только не спиртовая, а именно водочная, до 35 примерно процентов содержания спирта, вытяжка, веселки, которая очень хорошо залечивает трофические язвы, язвы, образующиеся в результате пролежнего лежачих больных, да укусы, раны и кожный рак, то есть ту самую меланому. Кстати, меланоми великолепно лечится, применяя комплекс, который я скажу чуть дальше, по грибам внутрь, но дополнительно ректально свечи на ночь, но на кожу именно в виде крема веселки и в виде использования до крема протираниями вот этой настойки водочной гриба веселки, а потом уже нанесение на кожу гриба веселки в виде крема 2-3 раза в день с двойным подходом. Применение гриба веселки способствует выводу холестерина избыточного, отрицательного, и кстати, тем самым в том числе понижает давление даже сильнее, чем шитаки. Кстати, применение в лечении, ну например, артериальной гипертензии, кстати, посмотрите мои обязательно два видео про гипертонию так называемую, особенно вторую часть, это самое главное, чтобы вы поняли вот эти принципы системной проблемы возникновения артериальной гипертензии, как ее реально лечить можно с седативными препаратами плюс изменением питания и так далее. Но комбинации, например, веселки и шитаки в водорастворимых формах и, скажем, кардицепса гриба, посмотрите видео про шитаки, так вот комбинируя вместе их, можно добиться стойкого снижения давления, конечно, если подход системный, тогда это будет эффективнее и быстрее. Теперь, что еще важно сказать? Вот я приведу просто один пример интересный, когда многие так грибники, серьезные, которые занимаются таким промышленным сбором грибов, которые занимаются веселками в конкретный случай. Это было в Невельских лесах, но вообще в Псковщине, в Апочканском районе исторически особенно много было веселки в свое время, сейчас уже мало лесов осталось, потому и этого гриба мало, грибной охоты мало кто занимается, однако, был такой случай. Вот человек нашел гнездо, буквально много яиц, он строил шалаш, сидел, собирал, все понятно. А потом даже оставил несколько грибов, ну как бы растер ногами, когда уже они сгнили, причем, кстати, он сгнивает в течение буквально получаса, когда выстреливает свою ножку, споры вот образуют, и через полчаса мокрого места не остается от гриба. Так вот, потом листьями все завалил, пометил метки специальные на деревья, чтобы не пропустить, и сколько он туда потом не ходил, на следующий год, через год, ни одного гриба больше не было. А был случай, когда человек так же делал, а потом, например, знаете, как какая-то шутка, или как говорили леший шутку играет, значит, ходил-ходил, ничего не может набрать ни на следующий год, ни через... Так вот, а потом этот человек просто обнаружил гриб, случайно гриб веселка у порога собственной же бани, вот так вот бывает, то есть какая-то, назовем так, мистика, либо, так сказать, какое-то надсознание природы, ну как вот в фильме «Аватар», да, очень даже может быть. Ну, а теперь давайте самое, наверное, главное для большинства людей, то больше не теорию, а практику, хотя, с другой стороны, как я мог не сказать, о общих положениях, когда надо же понимать, что ты делаешь, а не просто верить, да, кому-то на слово, ну, давайте разбираться дальше. Итак, вот, когда мы говорим о лечении. Да, очень важный момент хочу сказать, я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой данный вот этот канал, кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео, которые периодически выходят. Ну, а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на вашу почту, и уже не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Также я прошу поделиться моими видео, если вы сочтете это необходимым, если они вам понравятся, вы поймете, что для людей они важны, с друзьями, знакомыми, родственниками. Подпишитесь на мои также сайты по здоровью и на сайт по продуктам надгар.ру, если сочтете это нужным. Классическая схема. Ну, допустим, при таких заболеваниях, как то, какие-то кисты в организме, особенно если это с почками, с мочевым пузырем связано, да и вообще любые кисты и миомы полипы. Если онкология, кроме определенных специфических, так сказать, видов рака, особенно сочетающихся с другими заболеваниями, когда нужно индивидуально подбирать совершенно разные порой комбинации разных грибных препаратов, применяемых в течение дня, в разных вариациях, в виде свечей там и так далее, то я скажу вот такой, что называется, это называется фонготерапия, то есть науки о высших бездельных грибах и о лечении ими. Называется маркерный такой метод. Первые два месяца. Вот как это делается. Обязательно, конечно, водорастворимое, как самое сильное, с самым высоким содержанием действующего вещества, гриб-веселка, применяется так. За 30 минут до еды, по одному саше пакету, открывается пакетик, высыпается порошок в рот, заранее приготовленный стакан воды комнатной температуры, либо чуть выше, стоит рядом с вами, вы чуть отпиваете воды и во рту, вот так вот буль-буль-буль, такими движениями размешиваете эти кристаллические гранулки, проглатываете и запиваете этим стаканом воды. Обязательно стакан, минимум полный стакан должен быть, чтобы это сразу прошло в кишечник и уже всасывалось в кровь. По одному саше пакету два раза в день. Стандартном варианте. В серьезных проблемных случаях три раза в день. Если два раза в день вам две коробочки на один текущий месяц лечения потребуется, ну а если три раза в день по одному саше пакету, то три коробочки на один текущий месяц лечения. Второй препарат это шитаки. Водорастворимая форма. По одному саше пакету два раза в день, но уже за 20 минут до еды, то есть между грибными препаратами, должны быть паузы всегда 8-10 минут. И также запивается стаканом воды, как я говорил выше с веселкой. Так, тоже две коробочки на один текущий месяц лечения. Или три, если три раза в день. Ну а третий препарат рейши. По две капсулы. Для взрослого, я говорю, человека, дозировки. По две капсулы три раза в день. То есть три баночки потребуется на один текущий месяц лечения, потому что в баночке 60 вот этих капсул. Кстати, сразу скажу, что все капсулы сделаны из целлюлозы, а не из желатина. Поэтому веганам просьба не беспокоиться на эту этическую тему. Теперь идем дальше. Так эти грибы применяются первые два месяца. Далее, в зависимости от болезни, а лучше связаться с фонготерапевтом, можете написать мне по консультациям. Далее уже меняется курс в зависимости от того, какие проблемы. Вообще, правильно, алгоритм строится следующим образом. Вначале проходят клинические все человекообследования. Анализ общей крови, биохимии, МРТ, УЗИ и прочие исследования, какие необходимы. Если это, понятно, подозрение на рак, проходится гистология. Уже по аналитике исследований устанавливается врачами точный диагноз. Потом это вы пишете, например, вот такая проблема, такие-то исследования, такие-то отклонения от нормы и так далее, и так далее. Что советуют врачи? Потому что, действительно, иногда операции нужны, иногда химиотерапия нужна, но химиотерапии, про нее отдельное видео сделаю, и есть у меня такие по практике, а не только теории. Значит, случаи, когда врачи сами, причем не только у нас в стране, а в Америке, например, были просто в шоке от того, что они делают химиотерапию пациентки. Одну, две, три там курсы проходят, значит, соответственно, смотрят. Иммунитет вообще крепкий, как был, так и есть. Они говорят, ну ладно, еще не убили же до конца рака, а иммунитет крепкий можно дать еще. Дают, если 30 курсов прошла пациентка. Такого врачи, это в США было дело, не знали никогда, не видели никогда, но они дают, почему? Видят, все отлично, иммунитет крепкий. Полностью убили рак химии. Ну, конечно, если 30 курсов. Просто человек может обычно умереть от такого количества, так сказать. Но здесь произошло по-другому. Поэтому клиент уже обратился, рассказал эту историю, и просто дальше ей был назначен курс просто профилактический, который после тяжелых форм заболеваний, я говорю про онкологию, в первую очередь, человек уже впоследствии проходит два раза в год по два месяца. Такой профилактический курс. Ну, а что касается вот этого маркерного курса, то здесь еще уместно потреблять, применять свечи, которые вставляются на ночь ректально таким образом, что, например, сегодня на ночь ректально свеча веселка, завтра пропуск, послезавтра свеча шитаки, потом пропуск, потом опять веселка, потом пропуск, потом шитаки и так далее. Но в некоторых случаях, и сейчас я расскажу конкретный пример, когда был дан совет человеку при определенной болезни применять другие дозы в другой последовательности. Сейчас поясню. Итак, про рак меланому я сказал. Значит, там обязательно крем, настойка, помимо того, что я сейчас сказал, прием внутрь, когда применяются эти грибы, запивая их водой за 30-20-10 минут до еды. Конечно, водой лучше водородной запивать. Есть такие люди, кто будут сейчас смотреть, новые, кто вообще пришел случайно на мой канал, и начнутся протесты. Ну, потому что они смотрели какие-то каналы телевидению, еще от кого-то умного человека услышали. Давайте я вам так скажу насчет водородной воды. Один, будем так говорить, врач-онколог, хирург, как-то пришел ко мне, он ходил несколько раз, и в итоге сказал так. Я раньше думал, что водородная вода это все, ну, обман, глупость и так далее, суеверие и развод. Ну, я понял, что я был идиотом. То есть, я вам вот так вот скажу. А теперь для тех, кто хочет разобраться, а не верить, понять. Вот, пожалуйста, книга Гарбуза, он доктор, врач, называется «Ионы водорода лечат рак». Вот физику и биохимию этого вопроса, процесса, посмотрите там. А я уже советую вам лучший прибор, который только существует с двойной протонообменной мембраной, с идеально чистыми показателями, это Хэлоби, который мы производим и поставляем. Вот, посмотрите, как он выглядит и где его можно приобрести. А теперь идем дальше. С какими грибами, препаратами сочетается гриб-веселка? А значит, с любыми двумя, которые могут быть назначены. Как правило, комбинация такая. Веселка-шитаки-рейш, веселка-шитаки-кардицепс, веселка-шитаки-ичага. Ну, чага в виде настоя, напара, о чем я говорил в лекции по грибу чага. Ну и с другими, например, был случай, когда недавно одна клиентка, а очень долго, года два, мы лечили определенную форму и стадию рака у нее. И вот буквально на прошлой ярмарке, ну, прошлое это от момента записи, записываю я 20 марта, вот сейчас вам говорю это, это значит было вот месяц назад. Она подошла на ярмарки, которую мы раз в месяц в Москве проходим, и ко мне приезжают люди часто лично для вот таких быстрой консультации или там приобрести препараты. И что она рассказала? Ну, наконец-то, а долго мне не говорила, ну, как бы боялась глазить, не знаю почему. В общем, наконец-то, говорит, мы с вами победили рак. Я говорю, что такое рассказывать? А у нее было сначала так же, веселка-шитаки-рейши, потом мы поменяли веселка-шитаки-митаки, потому что там же по женским делам были, тогда действительно митаки там назначаются, свечи, все. Сначала опухоль уменьшилась, потом некая стабилизация прошла, то есть застопорился процесс уменьшения. И она потребляла в конце уже так, веселка-водорастворимая, шитаковая водорастворимая, и агарик, это самый дорогой грипп, и самый сильный по определенным своим свойствам, но в комбинациях, ну, вот что произошло, собственно. Вот она его потребляла, плюс свечи агарик и веселку, и полностью победила полгода уже нет. Полгода не говорила, ну, потому что вообще о раке многие, и что тут говорить, понять можно людей, но, скажем так, не любят потом распространяться, ну, боятся очень сильно сглазить. Это понятно. Но, тем не менее, я вот говорю, ну, можете рассказать, вот так сказать, чтобы люди тоже услышали? Говорят, ну, знаете, ну, я говорю, ну, понятно, ладно. Потом, давайте, пройдет еще полгода, год потом, ну, хорошо. Так вот, вот примерно таким образом. Теперь давайте я вам расскажу конкретно, зачитаю диагнозы и каким образом было назначено лечение у человека вот в другом случае, чтобы вы могли понимать, какие бывают различные варианты по лечению. Ну, давайте несколько примеров. Вот возьмем такое письмо мне, естественно, значит, не будем называть, разумеется, имена, фамилии, это некорректно, потому что я без ведома не могу это делать, естественно, не буду. Ну, так вот, речь идет вот о чем. Хроническая почечная недостаточность. Диагноз поставлен в 2019 году. Семь сеансов гемодиализа, и почки еще работают. Ну, человек дальше пишет определенные нюансы. Значит, когда лежал в больнице, узнал от друга про вас. Просмотрел несколько видео, вот пишет. Ну, дальше он описывает, как что он делает. Далее были вопросы, переписки. И я в некоторых случаях, я так делаю, я консультируюсь с моими коллегами, с врачами-фунготерапевтами. Подчеркиваю еще раз, что среди них есть врачи-онкологи в прошлом. Ну, то есть, они и остались врачами-онкологами, но уже занимаются фунготерапией серьезно. Естественно, в совокупности с медициной официальной, когда это необходимо, и так далее, и так далее. И вот какая рекомендация была дана человеку. Значит, шитаки водорастворимые по одному саша-пакету два раза в день. Веселка по две капсулы, тут уже не водорастворимую, два раза в день. Но я сразу скажу, почему. Ну, во-первых, да, это стоит дешевле. Это не такой сильный препарат. И когда речь идет о почках, а это выводящий орган, вы знаете, понимаете, все так или иначе лечебные лекарственные вещества фильтруются, скажем так, задерживаются многие. Виды образуются и проходят через почки, как последний фильтр нашего организма. И посему начинать надо всегда с слабых доз, менее концентрированных действующих веществ. Когда уже человек видит, что все хорошо, реакция организма положительная, можно либо дозу увеличивать, либо перейти на водорастворимую. Но это когда мы говорим о почках. Поэтому две капсулы два раза в день. Дождевик по две капсулы два раза в день. И муэр, еще такой гриб, про него я отдельное видео сделаю, два раза в день по две капсулы. Таким образом, это исключение, когда не классическое правило фунготерапии, три грибных препарата и не более, а иногда назначаются четыре. Бывает, что даже и пять. Так вот, курс три месяца. А по результатам анализов будет сделана аналитика, назначен следующий курс и полная реабилитация в течение одного года. Ну, а затем поддерживающий курс. Разумеется, это долго, но это реально. Конечно, здесь нужно учитывать и питание. Кстати, дорогие друзья, обязательно посмотрите. Особенно тем родственникам, знакомым, у кого может быть какие-то болезни. Дайте посмотреть мою лекцию. Дисбактериоз. Полную, 50-минутную. Инфаркт миокарда. И не важно, что сердце здоровое. Там речь не только про инфаркт. Общие процессы. Зубы, как это ни странно может показаться. Посмотрите. Потом поймете, почему я так говорю. Хотя бы это. Ну, и далее. Значит, когда речь идет про почки, важно высокобелковую пищу не потреблять. Ну, а, скажем, низкомолекулярные белки, безусловно, потому что, когда человек особенно худеет, теряет мышечную ткань, белки необходимы. Ну, вернее, аминокислоты, из которой белки строятся. Есть такая моя лекция, как набрать мышечную массу. Посмотрите, поймете, о чем идет речь. Это один такой случай, к примеру. Вот другой человек присылает свою историю. Служил в ракетных войсках. Этот момент я подчеркиваю специально, потому что с радиацией были, скажем, работы. Томография с контрастным усилением, о чем я всегда говорю, да, при ПСА-1332. Так вот, заключение. Периферической зоне на 7-10 часов. Подозрение на рак поджелудочной железы без признаков экстраорганного распространения. Ну, и была сделана биопсия. И потом было получено заключение гистологического исследования, что диагноз таков. Ацинарная, аденокарцинома. Ну, и специфические, которые никому, кроме специалистов, не скажут про сумму, там, глиссона, там, и так далее, и так далее, это я говорить не буду. Далее. Что было назначено в данном случае? А вот такой курс. Для чего я это говорю? А для того, чтобы вы понимали, что есть общие вещи, которые человек, не знающий, может делать самостоятельно. Но серьезные вещи. Тут нужно действительно пройти консультацию. Ну, вот слушайте, какой был назначен в данном случае курс человеку. Первый курс 2-3 месяца составляет. Свечи ректальные на ночь, веселка в виде свечей, понедельник, четверг, шитаки в виде свечей, вторник, пятница, агарик в виде свечей, среда, суббота. Воскресенье отдых. В том смысле, что свечи не вставляются на ночь ректально в один день в неделю, в воскресенье. Далее. Трометас. По две капсулы три раза в день. Курс 2-3 месяца. Другие препараты здесь в данном случае не применяются. А вот уже следующий курс, назовем его вторым, это еще 2-3 месяца. Там в зависимости от некоторых особенностей. Тоже свечи на ночь ректально. Рейши понедельник, четверг, веселка, вторник, пятница, митаки, среда, суббота. Воскресенье отдых. И применяется агарик. По две капсулы три раза в день. Это вот в этот курс. А следующий курс тоже 2-3 месяца. Свечи ректально на ночь, митаки, понедельник, четверг, шитаки, вторник, пятница, чага, среда, суббота. Отдых, воскресенье. И веселка по две капсулы три раза в день. Либо по одному саше пакету три раза в день. Что лучше, конечно же. И вот уже на четвертый курс, который тоже идет 2-3 месяца. Но по сути это 4 курса по 3 месяца, это год. Применяется следующее. Агарик по две капсулы три раза в день. Либо по одному саше пакету два раза в день. Рейши по две капсулы три раза в день. Траметос по две капсулы три раза в день. Когда мы говорим три раза в день, имеется в виду, понятно, до обеда, до завтрака, до ужина, условно говоря, за 30, 20 и 10 минут, потому что между грибами разными перерыв должен быть 8-10 минут. Еще одно важное правило фонготерапии, везде говорю и сейчас должен сказать тоже, чтобы ошибки люди не сделали, что когда начинается прием грибных препаратов, никакие грибы в пищу, вареные, жареные, сухие, сырые есть нельзя, чтобы не сбить этот эффект наложения препаратов, не подействовать на него. И еще, если начали применять грибные препараты, то нельзя прекращать курс. Почему нельзя? Чтобы не сбить лечебный накопительный эффект, у них идет именно накопительный эффект. Ну вот, это вам еще один пример для более точного понимания разнообразности методик приемов, что это не просто так, а действительно должны заниматься при серьезных заболеваниях специалистов. Вот, к примеру, когда мы говорим о грибе лисичка и курсе антипроиздарной программы, тогда тут любой человек может применять без всяких проблем, просто потому что это и так предельно ясно. Концепция одна и применять очень просто. При серьезных заболеваниях системных, аутоиммунных, не дай бог онкологии и так далее, тут уже применять все-таки нужно со знанием дела. Потому что, еще раз говорю, у людей заболевания порой не по одному, а несколько, есть наложения, а предположим, могут быть, по результатам анализа лимфоциты, например, низкие, тогда нельзя, предположим, там шитаки и так далее. То есть могут быть некоторые нюансы. Это вот важно тоже учесть, почему я так подробно вам говорю. А вот пример еще один. Обратилась одна пациентка. Значит, общались сегодня с вами в скайпе, пишет она, вот, значит, скрин, переписки и так далее, и так далее. В нижней трети левой бедренной кости определяется диффузная зона патологически перестроенной ткани, неоднородной структуры, преимущественно склеротического типа. Ну, и пишет далее она заключение врачей, что патологическое костообразование с веерообразным переоститом, козырек Кодмана с инфильтрацией прилежащих мягких тканей и так далее, и так далее, 119 на 59 на 55 миллиметров. Внекостный компонент с плотными, околокостными включениями и так далее, и так далее. В общем, заключение КТ, данные за остеобластическую остеосорком у нижней трети левой бедренной кости, снимки прилагаются и так далее, метастазы уже в легких. И вот, кстати, это очень важный момент, когда какие-то, не дай бог, метастазы, когда уже есть проблема не только основная, но уже побочные, застарелые, которые вытекают из основной, тогда возникает, скажем, необходимость очень многих поправок, наложений. И вот здесь курс следующего человека. Первые три месяца. Шитаки водорастворимые, конечно же, в обязательном порядке, по одному саше пакету три раза в день. Веселка водорастворимая по одному саше пакету два раза в день, но через неделю реакция хорошая, можно три раза в день. Теперь рейши по две капсулы два раза в день. Агарик водорастворимый по одному саше пакету один раз в день, то есть идет коробочка на месяц, здесь небольшая доза по гарику. И пория по две капсулы два раза в день, то есть две баночки на месяц. Пять препаратов. Как их применять, когда пять? За 30-20-10 минут до еды три препарата, это шитаки, веселка и агарик. А вот уже рейши и порию после еды где-то пройдет час и можно принимать. То есть с разницей также в 10 минут один от другого. Помимо этого, крем с экстрактом мухомора, значит, вот в этой проекции зоны опухолевого очага, запаса по 10 сантиметров в каждую сторону два-три раза в день, ну то есть два-три кубика обычно на месяц уходит крема мухомор. Ну и это реабилитация в течение года. А вот следующий курс всегда назначается по результатам клинического анализа крови, который надо делать в таких сложных ситуациях каждый месяц, раз в месяц. Более того, другие обследования делаются также раз в два хотя бы месяца. А правильно всегда делать так. Вот смотрите, общий план действий. Если анализы и другие необходимые исследования сданы давно, надо пересдать все. Записать, даже вести собственный дневник, это очень помогает в дальнейшем. Объективные факторы и то, что кажется, это субъективные записывать в разные колонки каждый день. И через два с половиной месяца сдать полные все анализы и все исследования, которые были сданы до начала лечения, то есть через два с половиной месяца после. Но препараты все должны быть, перерывы, как вы знаете, делать нельзя. Делаются повторные анализы на все виды исследований, сравниваются. И потом уже либо корректировка, либо продолжение нынешнего курса. А корректировка назначается после того, как видны изменения. Почему той женщины по женской части была онкология, я говорил, что он получилось добить, скомбинировав грибы таким образом, что самые сильные из них были соединены вместе. То есть веселка, шитаки, агарик. А почему, спросите вы, нельзя сразу? А потому что сразу, понимаете, грибы очень низшие грибки, вот эти самые, которые вызывают рак, они очень приспособляемы. В природе, конечно, единственное, к чему они не могут приспособиться, низшие грибки, это к высшим. Так в природе и происходит равновесие. Значит, вот нужно добить, что называется, усилившуюся или застабилизирующуюся опухоль изменения. И поэтому самые сильные препараты или их комбинации назначаются в самом конце, чтобы добить окончательно. Более того, если говоря об иммунитете, он не ослабевает, наоборот усиливается, а иначе в этом и есть суть. Вот вы посмотрите лекцию мою по грибу шитаки. Я там подробно, по-моему, сейчас по памяти говорю, я рассказываю о действии механизма. Как вот эти фермент перфорин вырабатывается, как вот этот полисахарид лентинан на что действует. Что такое этот фактор некрозообуха, интерлекин там два и прочее. То есть, как все это происходит с точки зрения биохимии. И это понятно, механизмы изучены давно. Есть альтернативные, спросите вы, методы? Да, есть. Я, кстати, очень не рекомендую использовать те, которые в журналах ЗОЖ действительно иногда людям что-то помогает. Вот эти, например, АСД, АСД-2 и прочее, и прочее. Или там с керосином вот это вот, как он там, тадикамп и так далее. Поймите, и это бывает, например, у одного из ста положительный результат. А у других не бывает. И это может быть упущенное время и так далее. Поэтому здесь нужно действовать безошибочно. Почему я так подробно в своих лекциях, о некоторых это злит, объясняю рассказы. А чтобы люди сами это все понимали. Ну, надо не полениться. Посмотрите вот эти мои лекции, где я все разжевываю. Вот есть, не дай бог, у человека там доброкачественные опухоли. Не дай бог рак. Обязательно все мои видео по антологии и по грибкам, и по грибам высшим посмотрите. Выписывайте в период просмотра. Ну, как бы вот что ли в голове, что откладывалось, потому что вот некая картина, много информации, хотя она сжатая, четкая, тем не менее выписывайте. А потом уже ведите как бы свою вот эту аналитику. Вы когда будете понимать, сможете правильно действовать. Если серьезная проблема, обратитесь. Предположим, напишите кратко. Либо кратко описываемся вам лично я, либо консультации, когда эта проблема серьезная. Когда она очень серьезная и любой, скажем так, есть сомнения там, например, вот в частности у меня, я всегда обращаюсь, как вот знаете, углов Федор Григорьевич, в свое время великий русский хирург, говорил так, что я не понимаю тех, например, врачей, которые, не зная всего, боятся или стесняются обратиться к специалистам более высокого порядка. Ну, что ли им стыдно перед пациентом? Это глупость, мол, некоторые врачи так думают, что ну вот будет авторитет ниже в глазах пациента. Это наоборот, он говорит, разумный человек, пациент будет благодарен, что так серьезно врач отнесся к, ну скажем там, своим вот пациентам. И поэтому наоборот, и вот я тоже обращаюсь часто, так сказать, вот у нас договоренность определенная, когда все анализы, исследования, снимки пересылаются, там, например, профессору медицины и специалисту по фунготерапии, фитотерапии и так далее. И мы тогда смотрим, и уже, имея колоссальный практический опыт в этом, специалисты высочайшего уровня, дают свое заключение. Вот это и есть близкая к 100% точность и правильность работы, последовательность ее. Ну вот таким, собственно говоря, образом. Что ж, вышло немного дольше это все было экспромтом, чем я планировал просто рассказать про гриб веселку. Но вероятно, это надо было сказать. Все-таки, знаете, этот гриб, я думаю, про него я сниму еще видео, и может быть не одно. Потому что ведь комбинации с этим грибом при сотнях проблем, сотнях болезней разные. И результаты интереснейшие и колоссальнейшие. Я вот наблюдал за тем, как люди, которые вот, казалось бы, по официальным, ну, уже списывали, да, то есть умирать, выздоравливали. Я таких случаев знаю много. Я хочу вам что сказать. Дорогие друзья, поверьте, вот тут вот пока поверьте, но это факт, что если человек не просто начнет, там, заниматься здоровьем в плане, там, вот, курса фунгофитотерапии, иное, изменит питание, что если у него, не дай бог, там, онкология, и он ест мясо, то это практически в долгосрочной перспективе бессмысленно. И надо перестать это есть, изменить питание. И понимаю, что среди вас могут быть люди, которые еще не в теме, так вот, разберитесь. Посмотрите внимательно мои видео. Начните, например, с такой лекции, как «Девять причин болезней». Можно две короткие посмотреть для затравки, которые по 20 минут идут, а потом полную четырехчасовую. Не поленитесь. Обязательно посмотрите лекцию «Лимфатическая система». Очень, знаете, дам хороший совет, вот почему-то, я не знаю почему, люди в возрасте, скажем, кому 70, 80 и более, это проверено. Просмотрев эту лекцию, те люди, которые раньше вообще только святы верили в официальную медицину, причем тех докторов, которые, в принципе, в ней уже мало что понимают сами, однако святая вера это есть, белые халаты у людей, это может быть и неплохо, но плохо заканчивается часто. Так вот, родители вот эти, значит, отказываются слушать своих детей, и они уже крест на родителях поставили, ну, потому что не слушают вообще ни о чем. Вот верят все, таблетки, пилюли, все, и больше ничего. А питание, а при чем тут питание? И, конечно, результат всегда понятный. А вот бывают те случаи, я знаю несколько таких, когда говорили, Юрий Андреевич, вот я показал своей маме, которая 85, допустим, вот эту лекцию лимфатической системы, и после этого произошло чудо, она мне перезванивает и говорит, я все поняла, то есть я поняла, я готова на все, я все, вот знаете, вот почему-то так, я советую вам, хороший совет, кому-то это поможет весьма сильно, дайте, показывайте эту лекцию мою, лимфатическая система. Потом, то, что я сказал выше, там, дисбактериоз, прочие лекции. И потом уже человек сам поймет, что ему посмотреть. Некоторые люди по 8 часов в день, есть такие люди, ну, когда уже жизнь заставляет. Вы знаете, некоторые пишут, что вот вы долго там это, чуть ли не требуют от меня, чуть ли не претензию предъявляют, что у меня видео некоторые по 30-40 минут, я уж не говорю про более длинные. И типа надо кратко, еще учат меня, как излагать. Ну, не смотрите тогда эти лекции. Я говорю для разумных людей, кому, может быть, 8 часов в день, это уже когда человек совсем, ему плохо. Тогда человек готов на все, кстати, на все вообще. И вот, чтобы до этого не допускать, уж лучше посмотреть два раза в неделю по 40-50 минут мои видео. Но тогда вы хоть будете знать, как действовать. Вот, собственно, наверное, на этом закончим. Получилось видео, наверное, долгое. Но это вот, знаете, что называется и желание рассказать, и некая такая грусть, и, ну, не то, что разочарование, но что люди, им лень или какая-то, что ли, в обществе такое действительно большое недоверие, скажем, потому что очень много действительно всяких обманщиков, мошенников и так далее. И люди действительно говорят, чему верить уже нельзя. Я всегда говорю, ну, я понимаю, конечно, с одной стороны, с другой, но вы умеете хоть разбираться. Не в людях, ладно, в людях это тоже важно, кстати, но хотя бы в информации. То есть, ну, анализируйте, сомневайтесь, ну, слушайте, что говорит человек. Когда он там несет всякую ахинею и рассказывает, вот это там делать, это принимать, типа, и все будет хорошо, да еще еле-еле выражает свои мысли, ну, наверное, надо задуматься. Как я строю свои видео? Я как раз, наверное, ну, один из немногих, назовем так, лектор, блогеров, который объясняет процессы. И пусть многим это не нравится, но тем людям, которые понимают, что это необходимо, что именно только зная, разбираясь самому, изучая хоть что-то, да, тогда шансов меньше сделать ошибок. Вот таких людей разумных я призываю как раз смотреть, критически осмысливать, сомневаться, изучать мои лекции. Это не потеря времени, а наоборот, это приобретение времени, будущей жизни вашей. Я поражаюсь над людьми, которые еще мне претензии предъявляют, мол, надо, и учат меня еще, типа, делать короче и самую суть говорить. Самую суть говорить. А я считаю, что людям нужно понять, а не как быдлу слушать и, типа, выполнять. Я хочу, чтобы люди знали, что они делают с собой, своим организмом, знали, откуда берутся болезни, каковы причины и, главное, первопричины, главная первопричина всех болезней накопления гнойных токсинов, трупных ядов в организме. Почему происходит сбой в организме? Когда? Как, собственно, происходит, что когда-то образуется большое количество клеток, синтезируется вот это нарушение, происходит процесса метоза, то есть бесполовыделения клеток с аномальными, с ошибками, когда они накапливаются, когда организм уже не может справляться и так далее, и так далее. Вот эта вся совокупность причинно-следственных связей, явлений, это я объясняю в своих лекциях. Поэтому вы их смотрите, советуйте то, что я рекомендую под каждым видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Ну, не просто подписывайтесь, обязательно нажимайте на колокольчик, поддерживайте мои видео, пересылайте, делайте репосты в соцсетях и так далее, если это наше общее дело, в том числе оздоровление людей. Если вам не безразлично, вы хотите, чтобы люди знали, понимали, ваши близкие родственники изучали свой организм, то мои лекции для этого как раз подойдут, мои системные лекции по, например, бронхолегочной системе, кровеносной и кровотворной системе организма, допустим, печень там и так далее, почки и прочее. Все это у меня есть. И поэтому просто изучайте, некоторые люди на это тратят. И есть такие люди, ну, конечно, это больные люди, безусловно, которые уже все свое время, всю жизнь посвящают лечению, до 8 часов в день смотрят мои видео и не ленятся. Не дай бог до этого доводить, и поэтому лучше по 40-50 минут, один раз в день или хотя бы два раза в неделю смотреть их. И знаете, что самое главное? Выписывать. Не лениться. Выписывать важные логические, биологические моменты, которые могут потребоваться вам. Не лениться. И тогда вот вы действительно будете знать все о своем организме. Мои лекции в этом вам помогут. Ну, вот это главная задача моего канала. У меня много разных видов деятельности, но это как бы такая важная социальная. Ну, а экономическое здесь, что называется, то есть мы же занимаемся, понятно, продажей и производством, продуктах, питания, оборудовании там и много чего другого. Эти средства, помимо оплат сотрудникам, исследований, так сказать, замены оборудования уже на новое и так далее, идет на что? А на развитие вот этих разных проектов, в том числе на наш самый главный проект, глобальный, крупный, это наш заповедник, лесной заповедник, о котором есть отдельное видео, если интересно, посмотрите. Поэтому некоторые люди живут для своего личного удовлетворения. Я человек не такой, я живу для более глобальных целей. И мои задачи оставить, скажем, после себя какие-то очень важные направления деятельности, о которых я говорю, о некоторых еще не говорю, но скоро вы, мои постоянные зрители, узнаете. Следите просто за каналами, новостями. Вот, собственно, наверное, что в завершении следовало сказать. Что же, а вам крепкого здоровья, всем хорошим, честным, порядочным людям я желаю крепкого здоровья, здравомыслия, берегите своих близких друзей, не будьте безразличными, равнодушными. Пробуйте достучаться до них. Многие люди еще находятся в спячке, в кавычках берем это слово, в смысле, не изучают жизнь, какой она есть, а живут в заблуждениях, в своих предрассудках, в веровании своем, насчет питания, это главнейший фактор по здоровью. Ну, а остальные факторы, что ж, посмотрите, изучите и, надеюсь, измените. Как тысячи и сотни тысяч людей изменили свое и питание, и мировоззрение, и другие факторы, и совершенно добились великолепных результатов. Многие мне пишут о них моими видео, я буду вас информировать, держать связь. Ну и вы тоже пишите, оставляйте свои комментарии, какие-то, так сказать, пишите отзывы, пожелания. Я буду это все, конечно, тоже изучать, будем учитывать ваши пожелания. Ну и ждите новые видео в плейлисте моего канала о грибах, о грибных препаратах, о многих из них я еще вам расскажу. И, конечно, в завершении, в самом уже теперь я скажу, что гриб веселка все-таки это такой гриб, который трудно собрать, как вы поняли, самому, хотя можно и, пожалуйста, делайте это. Если для наружных настоек, то они должны быть мелко измельченные, быстро, керамическими, лучше, ножами. В определенной вот этой, как я говорил, стадии зрелости, когда плодоножка растет. И водочный, максимум 40-градусный, лучше 35% содержания спирта. Настойку делаете в темном месте, храните, потом держите в холодильнике, протирать наружнее. А вот если мы говорим о препаратах внутрь, ну, тогда все-таки покупать лучше промышленные, потому что там все сделано в соблюдении всех жестких правил и стандартов. И точно можно быть уверенным в том, что этот препарат правильно сделан и будет лечебным. Ну, а кто захочет самостоятельно, что же, я тоже сказал информацию, как это можно заготовить, по крайней мере, высушить. И сразу скажу, при термообработке раз, погибают все полезные свойства, а второе, при замораживании, да, тоже погибают. Здесь все сложнее, чем с растениями. И последнее, под данным видео, если вы нажмете еще, то вы увидите рекомендованные вам мной те ссылки, то есть те видео по ссылкам, которые я советую посмотреть, по тематике. Вот все, о чем я говорил, они там будут. Не поленитесь это сделать, показать своим знакомым, близким. Помогайте мне в распространении тоже этой информации. Делитесь в соцсетях, на каких-то, может, ваших каналах. Переписывайте, перезаписывайте мое видео просто с указанием моих данных. А что это видео мое, пожалуйста, заливайте, я не против. Потому что это, в общем, в итоге наше общее дело, ну, как бы, помогать людям. Давайте хотя бы информации. А люди уж сами примут свое решение, потому что каждый отвечает, человек, за свою жизнь, своих близких лично. А советы мы можем давать, но каждый человек решает, применять их или нет сам. Вот. И что ж, пожалуй, все. До новых встреч, до новых видео. Постараюсь записывать их чаще. Хотя дел сейчас все больше и больше, но, тем не менее, постараюсь найти и на это время. Всего хорошего, дорогие друзья. До свидания. До новых видео.